Немецкая овчарка Немецкая овчарка Немецкая овчарка Несмотря на все разрушения, причиненные природой человеком, в ней и сегодня осталось немало уголков неописуемой красоты, особенно радующих наш глаз, когда мы замечаем в них присутствие диких животных. Немецкая овчарка 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 Немецкая овчарке Немецкая овчарке Немецкая овчарка 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 По достижении щенками 40-дневного возраста можно разрешить им играть на открытом воздухе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пища дается дважды в день и состоит главным образом из мяса, риса, зелени или специальных сухих кормов для щенков. По достижении собака и взрослого возраста количество приемов пищи в день остается прежним. Если его сократить, желудок собаки будет перегружаться, что может привести к завороту кишок с возможным летальным исходом. Под стандартом подразумевается точное описание этнических характеристик той или иной породы, то есть портрет ее типичного представителя. Для немецкой овчарки характерен рост чуть выше среднего. Идеальная высота в полке составляет 62,5 см у кобелей и 57,5 см у сух. Допуск оставляет плюс-минус 2,5 см. Превышение верхнего предела высоты, а также недостижение ее нижнего предела снижают ценность особей. Немецкая овчарка имеет туловище продолговатой формы, хорошо выраженные мускулы, сухой костяк и крепкое телосложение. Овчарка передвигается рысью, при этом ее передняя и задняя конечности с одного и того же боку ставятся в противоположных направлениях. Во время бега голова слегка подается вперед, хвост чуть приподнимается. Верхний профиль животного приобретает чуть дугообразную форму. Немецкой овчарке должны быть присущи такие качества характера, как крепкие нервы, внимательность, непринужденность, покорность, бдительность, верность и неподкупность. А также безусловно мужество и агрессивность. Размеры ее головы пропорциональны размерам туловища. Длина головы составляет около 40% высоты в холке. Длина черепа составляет около 50% от всей длины головы. Пасть мощная, губы тугие. Носовой ствол прямой и почти продолжает линию удлинения лба. Зубов должно быть 42. Они должны быть здоровыми, прикус ножницеобразным. Уши средней величины, широкие основания, расположены высоко, стоят прямо и повернуты в одном и том же направлении. Глаза средней величины, миндалевидные, стоят слегка косо, не выпучены. Цвет глаз такой же, как цвет шерсти. По возможности должен быть темным. Взгляд живой, умный и уверенный. Шея мощная, с хорошо развитыми мышцами. Стоит под углом около 45 градусов к линии горизонта. Когда собака взволнована, шея приподнимается. Во время бега опускается. Длина туловища должна превышать высоту в холке, составляя примерно 110-117% от высоты в холке. Грудь хорошо выраженная, но не слишком широкая. Живот умеренно втянут. Спина прямая и твердая. Колка должна быть длинной и достаточно высокой. Хорошо выделенной относительно спины, в которую она плавно переходит. Крестец широкий. Имеет легкий наклон, примерно в 23 градуса. Короткий, слишком покатый или прямой крестец подлежит обраковке. Хвост густо покрыт шествием. Доходит почти до щиколоток и не должен выступать на середину задней плюсны. Во время отдыха хвост находится в свисающем положении, слегка загибаясь в дугу. Когда собака возбуждена, изгиб усиливается и хвост выпрямляется, хотя при этом он ни в коем случае не должен становиться выше горизонтальной линии. Лопатки длинные, имеют угол наклона примерно в 45 градусов и хорошо прилегают. Плечо закрывается почти под прямым углом. Конечность, как и плечо, должна быть крепкой и мускулистой. Предплечье при взгляде с обоих боков должно казаться прямым. Пясть твердая, но не прямая, образует угол около 20 градусов. Длина конечностей должна превышать глубину груди примерно на 55%. Пёдра широкие, с крепкими мускулами. Бедренная кость при взгляде сбоку представляется наклонной, относительно большой перцовой кости, которая чуть длиннее и образует с ней угол примерно в 120 градусов. Щеколотка мощная и твердая. Плюсна крепкая, с хорошо выраженной щеколоткой. Лапы дугообразные, короткие и собранные. Ступня очень жесткая, но не шершавая. Когти короткие и сильные, темного цвета. Шерсть должна быть жесткой и компактной. Каждый отдельный ее волосок должен быть прямым. На шее, бедрах и хвосте шерсть длиннее. Цвет шерсти должен быть черным, с подпаленными бурыми, равномерными, желтыми, вплоть до светло-серого. Цвет нижней части спины черный, с темными, черными, однородно-серыми оттенками, либо со светлыми или темными подпаленными. Допускаются небольшие белые пятна на груди, а также светлая окраска внутренней поверхности бедер. Цвет мочки носа должен быть черным, независимо от общей окраски. Больше всего в немецкой овчарке ценится ее характер. Ее взгляд должен быть проницательным, бдительным и спокойным. Она прекрасно ладит с детьми, охотно с ними играет, легко знакомится и с другими животными. Субтитры создавал DimaTorzok Однако, когда что-либо угрожает ее хозяевам или их собственности, овчарка демонстрирует агрессивность. Важное значение имеет выбор производителей. Для улучшения характеристик породы, каждый собаковод должен стремиться к тому, чтобы результаты скрещивания имели близкие родословные. А это требует критического анализа документов их предков. Одним из важнейших аспектов является проверка характера собаки. Перед вязкой необходимо проверить данные рентгена обоих партнеров, чтобы убедиться в отсутствии дисплазии бедра. Кроме того, проверки подлежат шерстный покров, тип, рост, углы наклона и правильность конституции. Но с питания щенка следует начинать в 4-5-месячном возрасте. При этом ни в коем случае нельзя провоцировать у него душевные травмы, которые могут оказаться неизлечимыми. Для достижения оптимальных результатов необходимо учитывать всю важность такого метода обучения, как игра. Для пробуждения инстинкта к игре можно пользоваться такими стимулами, как бечевка с привязанной к ней тряпочкой или свернутой в колбаску кусок материи. Такая конструктивная игра поможет щенку в дальнейшем легче освоить упражнения на общее послушание. Упражнения, показанные на этих кадрах, при условии их регулярного повторения, приведут к максимальному развитию инстинкта обладания. На этих кадрах мы видим предварительную дрессировку щенка. В этом возрасте ни в коем случае не следует прибегать к насильственному принуждению. Когда собака достигнет зрелости, то при условии, что прежде она получила хорошее воспитание, она сможет дарить вам радость и чувство удовлетворения. В этом возрасте пора приступать к настоящей дрессировке. Следует подчеркнуть, что караульная собака должна пройти полную программу дрессировки, а не просто быть науськаной и бросаться на первого встречного. Для всех поклонников спорта существует возможность получить на свою собаку аттестат. Для этого необходимо, чтобы она приняла участие в соревнованиях, организуемых Международной Федерацией Кинологов и подразделяемых на три класса, согласно степени их сложности. Мы ограничимся лишь кратким и поверхностным описанием каждого из видов соревнований. В рамках первого из них собака, ведомая на длинном поводке, должна пройти по заранее подготовленному следу и обнаружить ряд предметов. Второе испытание касается общего послушания. Собака должна быстро и точно реагировать на различные команды. Третье и последнее испытание служит для оценки караульных качеств собаки. В центре таких упражнений стоит состязание между человеком и собакой. Благодаря своей многогранности немецкая овчарка считается собакой номер один в мире. Ежедневно бок о бок с человеком она выполняет самые разнообразные функции. Водит слепых. Участвует в спасательных работах. Служит в полиции. И пасет овец. В заключении мы можем сказать, что если относиться к немецкой овчарке с любовью, пониманием и терпением, она не только станет безупречным другом, но и будет оказывать человеку ценную помощь в некоторых из его труднейших миссий. Субтитры создавал DimaTorzok Программа озвучена на студии ЮСЕП. Перевод Олега Мечковского. Инженер звукозаписи Андрей Грива. Текст читал Илья Кулешов. Программа озвучена на студии ЮСЕП. Доризировка собаки для выработки общих навыков послушания. Доризировка собаки для выработки общих навыков послушания. Доризировка собаки для выработки общих навыков послушания. Из практических соображений мы покажем вам программу дрессировки взрослых особей. Однако следует помнить, что лучше начинать работать с собаками с самого раннего возраста, иногда с двух-трех месяцев. Щенок отличается быстротой реакции, внимательностью и охотой к учебе. Главное, чтобы работа всегда проводилась в форме игры и никогда не превращалась в принуждение или, хуже того, в муштру. Это относится и к более взрослым способам. Современная дрессировка – это игра, сотрудничество, это своего рода диалог между животным и человеком. Тем не менее, мы можем требовать от щенка или от взрослой собаки предельной концентрации и точности в выполнении упражнений. Только при этом следует помнить, что щенок – это еще ребенок, которого нельзя подвергать чрезмерным нагрузкам. Повторим еще раз, что данную программу дрессировки лучше всего начинать в раннем возрасте, поскольку общей основой послушания являются своего рода начальной школой собачьего воспитания, а в начальную школу ходят с раннего возраста. Таким образом, уже к году собака усвоит азбуку послушания и сможет посвятить себя средней школе, то есть овладению специальными навыками более высокого уровня. Вождение на поводке и команда сидеть. При выполнении этого упражнения собака должна идти шагом слева от хозяина, при этом ее плечо должно находиться на уровне его колена. Кроме того, она должна садиться сбоку от него всякий раз, когда тот останавливается, и следовать за ним одинаково свободно, как обычным, так и замедленным или ускоренным шагом. Следует запомнить, что такое рабочее упражнение, как вождение на поводке – это не одно и то же, что прогулка на поводке. В последнем случае собаке предоставляется достаточная свобода, чтобы обнюхиваться, поворачиваться, кругом, отвлекаться и так далее. Во время же вождения на поводке собака должна полностью сосредотачивать свое внимание на хозяине. Для выполнения этого упражнения необходимо вооружиться ошейником и поводком длиной как минимум полтора метра. Для щенка или собаки маленьких размеров вместо ошейника с застежкой применяют воротничок из замши или нейлона. Никогда не следует пользоваться коротким поводком или того хуже – поводком с ручкой, поскольку, создавая иллюзию повышенной управляемости собаки, они мешают ей усваивать наши команды и в конечном счете учат ее вырываться. Для первых упражнений на подчинение команде сидеть следует выбрать такое место, где нет отвлекающих факторов, например, достаточно просторное поле или лук. Нужно научиться правильно надевать ошейник. Прежде чем надеть его на собаку, необходимо придать ему форму и букву «Р». Встанем так, чтобы собака находилась слева от нас. На поводок при этом будем держать в правой руке. Дадим команду «Рядом» и начнем идти обычным шагом, чуть акцентируя свое движение соответствующим движением рук, чтобы внушить собаке чувство ритма. Наша левая рука, оставаясь свободной, служит для того, чтобы ласково трепать собаку за шею и корректировать ее телодвижение. Если собака возьмет в сторону, дадим ей команду «Рядом» и заставим ее приблизиться к нам. Если она послушается, погладим ее. Для первых занятий этого достаточно. Они должны длиться не более 5-10 минут. Очень скоро собака научится ходить как надо, а как будет знать, что за это ее ждут ласки и похвалы. Через несколько занятий начнем легонько ударять по ошейнику, держа при этом поводок в правой руке. Удары должны носить характер не принуждения, а приглашения, служа единственно для того, чтобы призывать собаку быть внимательным. Как только собака научится хорошо ходить по прямой, начнем делать повороты и смены направления. Главное на этом этапе состоит в том, чтобы научить собаку делать полный поворот. Как минимум за один шаг до смены направления будем давать команду «Рядом», чтобы заранее привлечь внимание собаки и подготовить ее к повороту. Когда собака научится ходить нормальным шагом, начнем постепенно приучать ее менять аллюр, переходя то на замедленный, то на убыстренный шаг. Не следует сбивать собаку с толку слишком резкими сменами темпами. Пробежим немножко рысью, затем перейдем на нормальный шаг, затем замедлим шаг и так далее. Запомним, что для достижения безупречных результатов при вождении на поводке требуется как минимум месяц. Естественно, что в этот период собака должна научиться и некоторым другим упражнениям. Уже говорилось, что во время вождения на поводке собака должна садиться, как только останавливается ее хозяин. Для этого необходимо научить ее выполнять команду «Сидеть». Во время вождения на поводке остановимся, потреплим собаку по холке и дадим ей команду «Сидеть». Одновременно с помощью поводка приподнимем голову собаки, а левой рукой слегка надавим ей на круп, как бы приглашая сесть. Внимание! Мы должны именно приглашать, а не принуждать. Слишком сильное нажатие заставит собаку попытаться поднять голову вверх, в результате чего произойдет своего рода игра «Кто кого пересилит», и упражнение будет иметь прямо противоположный эффект. Как только собака садит, удержим ее несколько секунд в этом положении, а затем похвалим и приласкаем. Обучение команде «Сидеть» – очень легкое упражнение, которое собака усваивает за несколько занятий. Самый распространенный метод, позволяющий добиться немедленных практических результатов, заключается в том, чтобы держать надговоренностью. Собака привыкнет садиться всякий раз, когда видит, что ее хозяин ест, или даже просто шуршит бумагой. Кроме того, при подготовке выставочных собак кусочек лакомства используется для того, чтобы заставить собаку оставаться на ногах в настороженной позе. Совершенно очевидно, что если собака привыкнет при виде лакомства садиться, будет очень трудно переучивать ее реагировать на лакомство по-другому. Когда собака научится ходить на поводке и садиться по команде, можно приступить к комбинированию двух упражнений, давая ей команду «Сидеть» при каждой остановке во время прогулки. Через несколько уроков команду можно будет не давать, так как собака научится ассоциировать остановку с необходимостью «Садиться». Вождение без поводка Это упражнение в общем и целом идентично вождению на поводке, с тем единственным отличием, что в данном случае собака отвязана и может уклоняться от нашего контроля. Для достижения оптимальных результатов в этом упражнении достаточно хотя бы минимального знания собачьей психологии. Нужно уметь предвидеть возможные ошибки собаки и справлять их до того, как она их совершит. Начнем с обычного вождения на поводке. Через несколько шагов уроним поводок на спину собаки и продолжим идти спокойно. Собака должна продолжить путь с обычной внепринужденностью. Если мы заметим, что она колеблется, возьмем поводок в руку, как если бы ничего не случилось, и поведем ее дальше на поводке. Когда собака выражает неуверенность, лучше всего остановиться, дать ей команду сидеть и приласкать ее, давая ей понять, что все в порядке. Через несколько уроков собака научится прекрасно ходить с поводком на спине или свисающим на землю. Тогда начнем отвязывать ее. Поначалу на небольшом отрезке пути, а потом, когда увидим, что собака сопровождает нас, как полагается, без поводка, начнем постепенно увеличивать этот отрезок. Чтобы сделать это упражнение более легким и привлекательным, рекомендуется использовать шарик или любимую игрушку собаки. Будем держать игрушку в правой руке и отдадим ее собаке, если та правильно пройдет несколько метров без поводка. Постепенно начнем увеличивать пройденное расстояние. Когда собака будет нормально сопровождать вас без поводка по прямой, начните усложнять маршрут, подобно тому, как мы это делали во время упражнений с поводком. Имеется ввиду повороты, разворот на 180 градусов, смена алюра и так далее. Команда места. Во время этого упражнения собака может как стоять, так и сидеть. Дадим команду место, протянем руку в сторону собаки и медленно отступим на один-два шага. Если собака не тронется с места, вернемся к ней и приласкаем ее. Если она попытается последовать за нами, остановим ее сухим окольком фу. Место. Важно произносить фу, как только собака шевельнется, а не тогда, когда она уже сделала несколько шагов в вашу сторону. Без такой оперативности собака не усвоит, что ей необходимо замирать в том положении, в каком она находится. В ходе последующих занятий будем увеличивать время и расстояние, пока собака не усвоит окончательно, что команда места означает не двигаться, пока не будет дана новая команда. Это чрезвычайно важное упражнение, которым можно посвятить столько времени, сколько потребуется, и ни в коем случае не терять терпение. Желательно чередовать упражнения, в ходе которых собака замирает стоя, с упражнениями, когда она замирает в сидячем положении. Команда лежать. Лежачее положение является для собаки нормальным, когда она отдыхает. Важно научить ее лежать не в произвольной, расслабленной позе, а принимая позу сфинкса. Существует несколько способов обучения собаке этой команде. Исходное положение собаки при этом сидячее. Рекомендуемый нами способ заключается в том, чтобы осторожно взять собаку за передние ноги и без применения силы потянуть их вперед, так, чтобы собака вытянулась и поняла лежачее положение. Еще один способ, особенно подходящий для собак с независимым характером, которые не любят, когда их трогают, состоит в том, чтобы просунуть поводок под лапы собаки, вынуждая ее таким образом опустить голову. Перед тем, как придать собаке нужное положение, необходимо дать команду лежать. Если собака откинется на бок или примет расслабленную позу, вернем ее руками в нужное положение, разговаривая с ней просечим тоном и погладим ее, как только она примет позу сфинкса. Обе команды сидеть и лежать можно отдавать издали. Начнем с расстояния в один-два шага и постепенно будем его увеличивать. Как только собака полностью усвоит значение команды лежать, начнем комбинировать ее с командой место, которое она уже знает. Отдав команду оставаться на месте, начнем удаляться. Необходимо соблюдать принцип постепенности. Поначалу расстояние не должно превышать 4-6 шагов, но в конце концов оно должно составить 40 шагов и более. Если собака пытается следовать за нами, даем ей команду фу, место, и возвращаем ее в нужное положение в паре шагов позади того места, где она находилась ранее. За счет этого собака поймет, что вставая, она добивается прямо противоположного результата, то есть не приближается к хозяину, а отдаляется от него. В ходе первых уроков будем останавливаться лицом к собаке, чтобы контролировать каждое ее движение. Затем начнем останавливаться спиной к ней, но привернув лицо в ее сторону. Наконец, совсем перестанем оворачиваться. Хороших результатов можно добиться не ранее, чем через 15-20 дней после начала упражнений. Желательно, однако, не слишком загружать собаку этим упражнением в один и тот же день, чтобы не превращать его в принудиловку. Команда сидеть при наличии отвлекающих факторов. В рамках данного упражнения собака должна оставаться в лежачем положении в течение определенного времени в отсутствии хозяина и в присутствии других людей, собак или иных отвлекающих факторов. Командуем собаке лежать, удаляемся на 20-30 шагов и бросим друга с собакой пройтись сперва на некотором расстоянии, а затем вблизи от нас. Если собака пытается встать, чтобы подойти и посмотреть, что происходит, командуем ей фу, место. Следующий этап состоит в том, что хозяин прячется за ограду или дерево, или специальное укрытие, если занятия проходят на площадке для дрессировки, и наблюдая оттуда за собакой, которая в свою очередь его не видит. В этом случае, если собака попытается встать, то же скомандуем ей фу, место, выйдя из-за укрытия. Здесь также важно соблюдать принцип постепенности. Хозяин должен обладать достаточной интуицией, чтобы показываться из-за укрытия в тот самый момент, когда собаку начинает беспокоить его отсутствие, и она решает отправиться на его поиски. Все упражнения, связанные с положением лежа, не следует повторять более одного раза в день. За каждое правильно выполненное упражнение собака должна получать основательное поощрение, поскольку этот навык требует от нее известного самоограничения, а потому необходимо дополнительное примирование в сравнении с более простыми и увлекательными упражнениями. Команда сидеть во время движения и возвращения к собаке. Во время вождения без поводка остановитесь, как обычно. Собака уже знает, что она должна сесть. Дайте ей команду сидеть, место и удалитесь на несколько шагов, пятя с лицом к собаке и протягивая руку по направлению к ее морде. Услышав знакомые команды, собака, скорее всего, замрет на месте. В этом случае вернитесь к ней обычным шагом, встаньте справа от нее и, похвалив, снова начните удаляться. Если собака попытается встать, скомандуйте ей «фу!» место, затем выждите несколько секунд и вернитесь к ней. Постепенно начните выполнять все упражнения от начала до конца, а именно, удалитесь от собаки, которая должна неподвижно сидеть и ждать вас, на 30-40 шагов, затем замрите на несколько секунд, стоя к ней спиной и, наконец, вернитесь к ней. Очень может быть, что на этапе вашего возвращения собака сделает ошибку, так как, увидев ваше приближение, почувствует искушение побежать вам навстречу. В этом случае скомандуйте «фу!» место, протягивая к ней руку. Отойдя к ней, похвалите ее и разрешите ей перезвиться, сколько она хочет. Собака должна усвоить, что ей позволено это делать лишь после того, как упражнение закончено. Не пользуйтесь слишком жестким тоном голоса, поскольку и лишняя властность с вашей стороны вызовет у собаки желание подчиниться и занять лежачее положение в момент вашего возвращения к ней, между тем, как данное упражнение предполагает, что собака должна находиться в сидячем положении. Команда «Ко мне!» Собака должна тут же броситься к вам. Как только она подбежит, скомандуйте ей сидеть, чтобы она села перед вами, причем как можно ближе. Для лучшего усвоения команды, как только собака направится в вашу сторону, отступите на несколько шагов назад. Это послужит для нее стимулом стараться подойти к вам как можно ближе. Затем собака должна научиться переходить из положения перед вами в положение слева от вас. Для этого дайте ей команду рядом и потяните ее за ошейник таким образом, чтобы перевести в нужное положение. Некоторые дрессировщики предпочитают, чтобы собаки по команде рядом принимали позицию позади их ног. Другие требуют от них выполнения фигуры в форме буквы «И». Упражнение считается выполненным, независимо от того, какой способ при этом используется. Наиболее распространенная проблема заключается в том, что собаки не сразу отвлекаются на команду. Зачастую это происходит по линии хозяина, в связи с тем, что он ругает или даже бьет собаку, требуя от нее немедленного подчинения команде. Достаточно одной такой ошибки, даже если она была совершена в прошлом, чтобы создать огромные трудности при отработке команды ко мне. Если собака подбегает к вам очень неохотно, подкрепите команду демонстрации мячика или ее любимой игрушки. Если собака по-прежнему плохо откликается на команду, попробуйте воспользоваться веревкой длиной метров 10, привязав к ней собаку. Скомандуйте ко мне и начните тянуть собаку за веревку в свою сторону, одновременно разговаривая с ней веселым тоном и показывая ей игрушку или какое-нибудь лакомство. Собака скоро убедится в том, что побежать к хозяину означает испытывать массу приятных ощущений и будет стремиться делать это как можно быстрее. Команда вперед! Это упражнение вводится уже после того, как собака научилась ходить без поводка и выполнять команду лежать, отдаваемую с расстояния. Цель упражнения в том, чтобы заставить собаку бежать впереди вас по команде вперед. Прежде всего необходимо найти площадку длиной как минимум 70-80 метров. Захватив с собой любимую игрушку собаки, проведем собаку без поводка по прямой почти до конца площадки. Остановившись в 5-6 метрах от границы площадки, заставим собаку сесть. Покажем ей игрушку, скомандуем место и удалимся на другой конец площадки, где положим игрушку таким образом, чтобы собака могла ее видеть. Можно в частности положить игрушку на скамейку. Повернемся к собаке и скомандуем ей вперед, указывая направление рукой. Собака, конечно же, бросится вперед, чтобы получить игрушку. Через несколько занятий, сразу же после того, как собака добежит до игрушки, скомандуем ей лежать. В дальнейшем будем варьировать время, место и расстояние, с целью добиться того, чтобы по команде вперед собака устремлялась вперед и бежала до тех пор, пока мы не скомандуем ей лежать. Через несколько уроков с игрушкой начнем обходиться без нее, но и в том смысле, что больше не будем класть ее на землю. Однако, по завершению упражнения, обязательно будем давать ее собаке в качестве поощрения. Если ваша собака не любит играть, и мячик или другие игрушки не являются для нее достаточным стимулом, тех же результатов можно достичь с использованием лакомства или кусочка мяса. Опортировка Успехи вашей собаки в выполнении такого упражнения, как опортировка, будут зависеть от ее природных способностей и от характеристики ее породы. Для охотничьей собаки, например, опортировка это увлекательная игра, которой она занимается почти инстинктивно, тогда как немецкая общарка на первых порах будет находиться в недоумении и лишь после длительных упражнений поймет, чего от нее хотят. Вообще собаки делятся на две основные категории, на тех, кто любит играть, и на тех, кто не любит. Для начала необходимо приучить собаку хватать опортировочный предмет, привлекая ее внимание к нему различными способами, бросая его вперед, поднося его к носу собаки и снова убирая, катая его по земле и так далее. В процессе этой игры давайте собаке команду опор, всякий раз, когда предмет окажется у нее в пасти. Когда собака начнет хватать предмет с видимым удовольствием, цель игры достигнута. Теперь остается только приучить ее к тому, чтобы она бросалась за предметом строго по вашей команде, удерживая ее за ошейник, если она пытается броситься вперед раньше времени. Когда собака схватит предмет, скомандуйте ей сесть перед вами, это упражнение она уже знает, а затем с помощью команды «дай» заставьте ее выпустить ношу из зубов. Чтобы добиться от нее выполнения этой команды, сперва погладьте ее, а затем произнесите «дай» и поднесите руку к морде, как бы приглашая собаку открыть пасть. Не обязательно требовать от собаки, чтобы она полностью уступила вам предмет. Если вы попытаетесь вырвать его из пасти, у ней может взыграть чувство собственника, и она еще крепче сожмет зубы. Если она никак не хочет вам его отдавать, покажите ей второй предмет, который на всякий случай должен быть у вас с собой. И дайте ей понять, что как только она уступит вам старый, начнется игра с новым. Если собака не умеет или не любит играть, упражнение будет более сложным. В этом случае можно попробовать натереть опортировочный предмет мясом, чтобы у собаки был стимул хватать его, если не ради удовольствия, то хотя бы из жадности. Как только собака схватит предмет, позовите ее, скомандуйте «дай» и вручите ей взамен настоящий кусок мяса, давая понять, что хорошо выполненное упражнение влечет за собой конкретную награду. Привучение собаки к компортировке, особенно если она не склонна к такого рода упражнениям, может потребовать довольно много времени. Поэтому необходимо запастись терпением и методично продолжать занятие, ни в коем случае не останавливаясь на полпути. Если вы обнаружите, что ваша собака положительно реагирует на какой-либо стимул, который не предусмотрен ни одним руководством в адресировке, спокойно пользуйтесь им, изобретайте свои собственные методы. Важно, чтобы собака апортировала предметы с удовольствием. Если это занятие будет ее утомлять или ассоциироваться для нее с чем-то неприятным, вся ваша работа пойдет на сморку, так как невозможно заставить собаку апортировать предмет, если она решила этого не делать. Прыжок в высоту и преодоление препятствий Любая собака умеет прыгать с рождения и делает это охотно. Если у вас есть щенок, вы наверняка уже в этом убедились. Теперь необходимо научить его делать это по команде. Начнем с барьера высотой не более 40-50 сантиметров. Пройдемся с собакой на поводке, подведем ее к барьеру и перепрыгнем через него сами, одновременно с командовым к барьеру. Собака, несомненно, последует вашему примеру. Похвалим ее за это и дадим ей лакомство. Через несколько уроков начнем постепенно увеличивать высоту препятствия. Кроме того, сделав прыжок, тут же перепрыгнем через барьер в обратную сторону, каждый раз давая команду «Барьер». Затем просто дадим команду, но сами прыгать не будем. Оказавшись на той стороне барьера, собака будет озадачена тем, что мы за ней не последовали, и в ту же секунду перепрыгнем через него в обратную сторону, чтобы оказаться рядом с вами. А именно этого мы и добиваемся. За несколько уроков собака усвоит, что по команде «Барьер» она должна одна перепрыгнуть через препятствия, а затем вернуться к нам, даже и без поводка. Постепенно добьемся того, чтобы она совершала прыжок из позиции слева от нас, затем по команде возвращалась и вставала перед нами, и опять же по команде становилась к ноге. Ни в коем случае не следует принуждать, ругать или наказывать собаку, если она не станет брать барьер или сделает это неловко. Для нее это упражнение должно носить характер увлекательной игры. В случае ошибки просто не будем хвалить и поощрять ее. В то же время не стоит скупиться на поощрения, даже и чрезмерные, если собака будет делать все как нужно. Упражнение по преодолению препятствий выглядит точно так же, как прыжок через низкий барьер. На первых уроках располагаем препятствия достаточно низкой, переходим через него вместе с собакой, держа ее на поводке. В дальнейшем постепенно увеличиваем угол наклона, требуя собаке, чтобы она преодолевала препятствия, а сами обходим его сбоку. Затем начинаем отпускать собаку одну. Когда собака научится брать барьер и преодолевать препятствия, совместим эти два упражнения с аппортировкой, которой собака, естественно, уже должна владеть. Расположим собаку слева от нас, перебросим аппортировочный предмет через барьер, а затем дадим по порядку следующей команды. Аппорт, барьер, камне, тай, к ноге. Если не пожалеем немного времени и запасемся терпением, мы наверняка отобьемся идеальных результатов, как в прыжке в высоту, так и в преодолении препятствия. Команда «Голос». Собаке свойственно лаять по самым различным поводам. Как часто она это делает, в большой степени зависит от породы. Здесь породы более лающие, чем другие. Но при этом все собаки, без исключения, наделены способностью выражать свои чувства голосом. Чтобы научить собаку лаять по команде, необходимо заручиться стимулом, который, по вашему мнению, в наибольшей степени способен ее вдохновить. Это может быть вид вкусной пищи или перспектива совершить приятную прогулку вместе с хозяином. Если собака прожорлива, покажем ей хороший кусок мяса и несколько раз командуем голос. Как только собака залает, отдадим ей мясо. Достаточно нескольких уроков, чтобы ассоциация начала работать безупречно. Если собака не прожорлива, но любит гулять с хозяином, сделаем вид, что готовимся к прогулке, оденемся и возьмем в руки поводок. Но дойдя до двери или порога, выйдем без собаки, чем она, безусловно, будет весьма разочарована. Сделав два-три шага, обернемся к собаке и дважды скомандуем голос. Пережитое расстройство наверняка заставит ее залаять, и нам останется только открытие и дверь подпустить к себе и похвалить. В этом случае ассоциация закрепится столь же быстро, как и в предыдущем. К этим примерам, разумеется, можно добавить множество других. Главное, это найти наиболее подходящий для вашей собаки стимул и пользоваться им, давая команду голос. На данном этапе мы уже имеем хорошо воспитанную и послушную собаку, готовую к занятиям в высшей школе и к овладению полезными умениями, в расчете на которые была выведена ее порода. Если ваша собака принадлежит комнатным породам, на этом можно остановиться и насладиться результатами работы, подарившей нам благовоспитанного и послушного четвероножного друга. Решение о том, продолжать дрессировку или нет, зависит от вашего свободного времени, от породы и возраста собаки, и от того, чего вы от нее хотите. В любом случае, не забывайте ежедневно уделять немного времени повторению пройденных упражнений, чтобы собака не растеряла полученные навыки. И самое главное, помните о том, что работа должна быть приятной и интересной всем, кто принимает в ней участие. А потому не работайте, если вы или собака устали, напряжены или взвинчены, ибо каждый момент ваших совместных занятий должен быть исполнен гармонией и радости от общения друг с другом. Программа озвучена на студии Ю-7. Перевод Олега Мечковского. Инженер звукозаписи Андрей Грива. Текст читал Илья Кулешов. Текст читал Илья Кулешов. Текст читал Илья Кулешов.